Мне действительно понравился планшет, но все же я бы не советовал его покупать. Ну просто я вам забыл сказать, это менеджер компании Highscreen. Всем привет, друзья, с вами PissFan. Сегодня у нас обзор новинки от компании Highscreen планшета фона AlphaTab. Обзор будет нестандартный. Почему, спросите вы? А я вам скажу, смотрите до конца и все сами узнаете. Прежде чем вы увидите нестандартный обзор, давайте я вам немного расскажу о этом планшете. Highscreen AlphaTab, хоть и выглядит как обычный планшет, но имеет полноценные функции телефона. Поэтому он называется планшетофон. С него вы можете звонить, отправлять смс. Короче, все, что может обычный Android телефон, все здесь присутствует. Но давайте перейдем к непосредственно самому планшету. И я вам расскажу о его характеристиках. И также познакомлю с его интерфейсами. И скажу, какие есть у него особенности. И чем хотела нас удивить компания. Дисплей с диагональю 8,1 дюйма с разрешением 1280 на 720. И имеет TFT матрицу. Ну и под углами, конечно же, TFT матрица смотрится очень плохо и сильно выцветает. Но о недостатках мы будем говорить позже. Давайте поподробнее остановимся на экране. Здесь именно и компания Highscreen нас и хотела удивить. Чем же она хотела удивить? Большинство планшетов, которые имеют диагональ 8 дюймов, сделаны со соотношением сторон 4 к 3. Соответственно, планшет получился у компании Highscreen длиннее, но не настолько широкий. То есть, если вы будете держать тот же самый iPad mini, он будет вот здесь чуть шире. И, соответственно, уже как телефон его будет неудобно использовать, согласитесь. Компания Highscreen выкрутилась и сделала разрешение точно такое же, как у обычного смартфона 5-дюймового, 4,5-дюймового, 1280 на 720. С экраном разобрались. Давайте дальше перейдем к процессору, и я вас здесь поподробнее ознакомлю. Процессор MTK8389, четырехъядерный, работающий на частоте 1,2 ГГц. Я посчитал поподробнее об этом процессоре. Это бюджетный процессор. Не очень сильно его нахваливают, потому что бюджетный, он и есть бюджетный. Идет он в паре с видеоускорителем PowerWare SGX544MP. Тоже бюджетный видеоускоритель. И с играми, да. Здесь, конечно, не очень получается. Плохо справляется с играми. Не зря говорят то, что он бюджетный. Но что вы хотите? Стоимость телефона, планшета фона всего 8 тысяч рублей. И поэтому заставляет компания где-то жертвовать себя. И вот здесь процессор приходится ставить бюджетный. Оперативная память 1 ГБ, флеш-накопитель 8 ГБ. Также имеет 3G, GPS и Bluetooth. Ну и что касается нашей батареи, 3600 мАч. Здесь тоже видно, что сэкономила компания, потому что 3600 для 8-дюймового планшета чувствуется, что маловато. Ну давайте теперь перейдем к интерфейсам. На заднем торце мы видим разъемы под microUSB. И также два динамика, которые в принципе со своей задачей справляются. Для планшета более чем хватает. На правом торце мы видим разъем под сим-карточку. И также мы можем расширить microSD карточкой до 32 ГБ. Также на правом торце у нас есть качелька громкости и режим вибро. То есть если вы нажмете на эту клавишу, вы переводите телефон в беззвучный режим. На верхнем торце у нас кнопка включения, выключения и блокировки. Также разъем под наушники 3,5 стандартный. Ну и на правом торце у нас ничего не находится. На лицевой стороне у нас разговорный динамик. И также фронтальная камера. Все датчики присутствуют. То есть датчик приближения, датчик освещенности здесь также есть. На задней стороне мы видим 5-мегапиксельную камеру с автофокусом и вспышкой. Также фирменный логотип компании Highscreen. Также они сюда решили вынести отверстие для Reset. Ну и черное вот такое вот дизайнерское решение от компании. Обзоры это такой субъективный формат видео, в котором вы часто слышите однобокое мнение. Ну то есть мнение одного человека. Давайте например вот возьмем какой-нибудь вид спорта. Ну к примеру бокс. И там всегда судьи коллегиально принимают решения по данному поединку. То есть они в общее мнение какое-то выстраивают и оглашают свой результат. Я тоже решил пойти по этому принципу. И как только получил планшет, сразу же созвонился со своими друзьями. Предложил им потестировать, потом вместе снять обзор. И они любезно согласились. Ну вот планшет пошел по рукам. Сначала он попал к самому лояльному обзорщику Никите. Через какое-то время он попал к самому жесткому, как оказалось, обзорщику Юри. Который хоть и никогда не делал обзоров, но прекрасно видел мои обзоры. И научился выжимать все соки из обозреваемого устройства. Ну а теперь мы собрались за круглым столом и готовы все вам рассказать о нашем сегодняшнем герое. Вот мы и собрались, чтобы рассказать вам об этом планшете. В этот раз, как я и говорил, решил сделать совместный обзор. Потому что одно мнение хорошо, в принципе, а три лучше будет. Мне так показалось. Ну давайте, наверное, сразу начнем с таких вопросов. Я вот здесь вот как раз-таки подготовил на планшете вопросы, чтобы были конкретики и не было такой воды какой-то лишней, непонятной. Ну вот первый вопрос я какой подготовил. Что какие вообще впечатления от планшета, вот, Highscreen, AlphaTab остались? И, ну, стоит ли его вообще покупать или нет? Коротко. Ну и давайте первый, наверное, ответить на этот вопрос Юра. Ну как планшет, я даже не оставил никаких-то особых впечатлений. Также не оставил никаких положительных, неплохих. То есть, ну, был я, попользовался им и все. То есть, что-то было новенькое для меня. Был и был. Да, был и был, то есть. Не запомнился. Не пришедшего, не ушедшего. Ну а у тебя как? Не знаю, мне действительно понравился планшет. Но все же я бы не советовал его покупать. Ну просто я вам забыл сказать, это менеджер компании Highscreen. Поэтому покупать не будем. Ладно, теперь давайте переходим, ну, вот, к такому уже более важному вопросу в плане стоимости. Вот, ну, если бы вы не знали стоимость, я ребятам сказал перед началом обзора, сколько стоили, сколько стоили, потому что, ну, чтобы адекватно оценивали. Потому что если бы он стоил там 15 тысяч, ясно дело, смысл его покупать. Если он стоит 8 тысяч, другой разговор. Вот, если бы вы не знали стоимость, вы бы, ну, насколько смогли бы его оценить. Вот, мне кажется, вот, тысяч пять. Ну, надо учитывать, понимаешь, что здесь есть 3G, а это тоже во многом дает, стоимость прибавляет. Потому что очень много планшетов в том же ДНС есть, которых нету 3G. И они стоят как раз-таки 5 тысяч, поэтому, мне кажется, здесь все-таки за счет 3G прибавляется. Ну, ладно, 5 так 5. Ну, вот, сколько ты дал стоимость? Максимально, я думаю, 6 тысяч, просто максимально. Ну, и самое, теперь, да, потихоньку переходим. Ну, если вы хотите знать мое мнение, ну, я бы все-таки, вот честно, я бы на 8 тысяч оценил. Почему-то, мне кажется, на 8, потому что, может быть, я очень тесно взаимодействую с этими планшетами. Я знаю, что такой планшет можно спокойно на 8 тысяч оценить. Все, потому что 3G, в принципе, я уже вам это и сказал. Ну, теперь самое главное о минусах. Искал в этот раз не я, Ди, минусы. Искали парни тоже минусы. Какие они нашли минусы, какие я нашел. Давайте со своих я начну. Я их, опять же, тоже здесь отметил. Может быть, они и будут перекликаться. Ну, давайте первое. Я нашел это скрипы и лифты. По-моему, насколько я знаю, они мне тоже сказали. Это все увидели. Честно, не ожидал. Вот реально. Ну, можешь прокомментировать, в принципе, эту ситуацию. Да, когда я первый раз его открыл вообще, просто взял его в руки подержать, у меня сразу вот все скрипит. Ну, сразу же как-то толкнул. Вот, вот вы, кстати, да, ключевое слово, что когда мы все-таки судим многое по одежке, да, вот, то есть не заладив еще вовнутрь, мы уже какое-то складывается впечатление. И когда ты берешь и что-то вот хрустит, ты как-то уже себя наталкиваешь на такую мысль, что, блин, что-то здесь не так. Вот, что-то как-то здесь вот некачественно. Об экране, как раз-таки давайте об экране. Я его отнес в недостаток, экран, потому что дисплей меня, честно говоря, разочаровал. Давай ты скажешь, что можешь по экрану сказать. Ну, абсолютно с тобой согласен. Планшет, по-моему, с IPS был. Да, у меня с IPS экраны, поэтому мне сразу же не понравилось. Как-то дико смотрится вот после того, как ты пользовался чем-то другим. Третий минус, в принципе, про мерцание мы уже сказали, значит, я этот минус опускаю. У всех вроде сложилось такое мнение, а особенно у зрителей, которые в комментариях писали, что он похож на iPad mini. Я не держал никогда iPad mini, но все писали, что он похож на iPad mini. Ты вообще, что по этому поводу можешь сказать? Ты говорил, что ты его видел, iPad mini. Да, абсолютно, они похожи. Также вот это включение бесшумного режима, опять же, с той же стороны, также над качелькой громкости. Вот задняя крышка похожа? Да, похожа. Вот этой своей черной полоской абсолютно. И вот то, что два динамика тут расположены, и посередине зарядка. Опять же, потому что у меня в группе есть у Никиты iPad mini. Никита, тебе привет! И вот мы как бы разглядели то, что они абсолютно похожи, только iPad mini он чуть поменьше. Правильно, здесь сделан 8-дюймовый экран, и поэтому он сделан же как телефон, и поэтому с iPad mini по соотношению сторон он точно не будет похож. Ну, то есть, внешне сзади похож, да? Да, 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 абсолютно. То есть, яблочко прилепи и сойдет. Ну, то есть, что можно сказать? Я, насколько читал недавно у компании Highscreen, они решили там обновлять линейку телефонов и разрабатывать собственный дизайн, ни у кого не заимствовать. Вот насчет этого планшета ничего не было написано, ну, когда я читал анонс о нем, что свой дизайн, не свой. Поэтому я, честно говоря, не знаю о дизайне этого планшета. Скорее всего, с Лизом. То есть, как и многие планшеты, копируют у друг друга дизайны, слизывают, и поэтому себестоимость 8 тысяч получается. То есть, если вот сейчас вот все сюда прибавить, IPS, матрицу, прибавить то, что свой дизайн они бы разрабатывали, явно 8 тысяч бы не стоило. То есть, когда планшет стоит вот такой стоимости, приходится чем-то жертвовать. Либо дизайном, либо матрицей, либо процессором. Но мы, в принципе, вот недостатки назвали. Вот этими как раз таки моментами они, мне кажется, и пожертвовали. Ну и все. Я, в принципе, со своими минусами закончил. Еще какие-то добавки у вас есть? Я не знаю. Ну, опять же, я когда пользовался, я использовал камеру. Мне было это интересно, потому что вот у меня на телефоне нет фронтальной камеры. Мне этого очень не хватает. И опять же, просто при использовании, как это называется, камеры-то, я не знаю. Основная. Основной камеры, при использовании основной камеры, когда она фокусируется, происходит щелчок. Опять же, ни на каких других телефонах я смотрел, у кого нету такого. Опять же, на планшетах тоже такого. Ну, слышно. Я вроде, да, я когда тоже распаковал его, сразу делал распаковки фотографий. Что-то как-то был щелчок. Но вот по самому качеству камеры, я вот, честно говоря, не могу претензий сказать, потому что для планшета более чем. Вот по моему мнению, когда я сфотографировал, даже текст был виден. То есть мне показалось, что более чем достаточно. Да, текст был виден, но я этим пользовался хорошо. То есть это отрицать-то не могло? Это да, я отрицать-то не могу. Мне абсолютно понравилось. С него тоже самое то списывать. И опять же, при использовании фронтальной камеры, мне не понравилось то, что выдержка у нее. Сначала происходит звук, а потом через некоторое время только происходит само фотографирование. То есть ты уже сфоткал, убрал от лица, и оказалось, что у тебя весь фейс смазан. Вот так оно и было несколько раз. То есть приходится задерживать. Ну, мне это не понравилось. Уже я привык. Щелкнулся, пожалуйста, тебе фотография готова. Все, облили планшет со всех сторон, каких их можно. Давайте теперь о плюсах поговорим, потому что все равно надо плюсы озвучить. Хотя в других обзорах их явно уже озвучили, которые люди быстро делают обзоры. Они уже сказали свои плюсы. Но мы тоже скажем, какие плюсы. Допустим, не готовясь, ничего. Я могу сказать то, что к железу никаких вопросов не возникает у меня. Потому что, в принципе, все нормальные игры, ну, из нормальных я что могу говорить, что я тестировал. Это был Asphalt 8. В принципе, нормально идет. Все приложения работают нормально, ничего не вылетает. То есть, значит, железа хватает, и никаких вот именно с этой стороны я не могу предъявить претензии к этому планшету. Ну и также то, что есть 3G. То есть, это действительно классно. На китайских планшетах, на дешевых, не всегда есть 3G. Здесь есть 3G. Это действительно все-таки классно. Вот не знаю, почему-то я люблю, когда 3G есть. В принципе, вы можете тоже свои плюсы добавить. Какие? Ну, мне понравилось то, что саба я не тормозил. Ся, особо я ничего не использовал. Конечно, также по железу я не могу дать каких-то четких... Ну, ты говорил то, что ты играл в этот GTA Vice City. Играл, да, в GTA Vice City. Мне стало интересно поиграть. Вот поначалу я играл, поставил минимальные были установки, настройки. Он тормозил, мне не нравилось то, что там все замедлено как-то было. Вот это потом унизил все настройки на минимум поставил тоже. Тормоза, вот это все, подлагивание. Потом думаю, ну ладно, поставлю все на максимум, просто так от нечи делать. Ну, побегал, побегал. И оно постепенно-постепенно, она вошла, как сказать, в нормальную скорость. И играл, ну, иногда были, да, подлагивания. Ну, а так в целом, конечно, не знаю. В GTA Vice City есть какие-то претензии, да? Да, да, да. То есть, я не знаю, ну, не зависит же это именно от игры. Какие плюсы вот ты бы добавил, в принципе? В принципе, особо-то больше никаких. То, что очень быстро, как сказать, загружаются все страницы в интернете. То есть, и также книжки, что очень понравилось, очень удобно. То есть, как вы уже сказали, что по процессору никаких претензий быть даже не может. Все очень быстро загружалось. Особенно мне именно понравилось то, что загружается интернет. Именно страницы сами. Что я быстро сразу искал, все сразу загружалось. Ну, и последний, какой я вопрос сегодня хотел задать ребятам. Это стали бы вы использовать этот планшет в качестве звонилки? Потому что функция здесь, звонилки есть. И готовы ли вот ходить вот с улицами? Ну, пускай на улице где-то, ну, пускай через год. Потому что неизбежно скоро все вот так будут ходить с таким лопатофоном. Опять же, я не сторонник таких вот больших телефонов. То есть, мне я смотрел, видел, наблюдал, когда люди идут с такими большими телефонами, с этими лопатами. Ну, не знаю, мне это не очень нравится. Я бы не использовал бы его как телефон. Ну, то есть, в качестве комфорта, то есть, неудобно. Да, мне было бы неудобно. Ну, если так, в крайних случаях уж очень. Ну, а так бы чисто вот 3G бы функцию использовать, как и в интернете, и все. В принципе, здесь, значит, функция звонилки для тебя это вообще самое на последнем месте. Не особо она здесь не нужна. В принципе, я того же мнения, что с таких пока девайсов с 8-дюймовых звонить очень тяжело, неудобно. Потому что, при том, что планшет очень довольно увесистый. Вот, если сравнивать, да? Ну, вот попробуйте. Вот, реально. Не, ну, опять же. Всего разница дюйм. Ну, явно чувствую. Всего дюйм разница. Ощущается вес этого планшета. Конечно, задняя крышка дает о себе знать. Но, может быть, еще что-то внутри они туда набили, что он такой тяжелый. Хотя, хайскрин любит ставить большие батареи, но это не про этот планшет. Здесь большую батарею они не стали ставить и не хотели этим удивить. На этом сегодня и все, друзья. Я надеюсь, вам понравился такой формат, потому что он необычный для нашего канала. Ну, и не судите его строго. Мы будем его совершенствовать и, надеюсь, что-то интересное это выльется. И будем почаще собирать такие, типа, коллаборации и будем обозревать какую-нибудь технику. Подписывайтесь на новые ролики и оставляйте свои комментарии. Всем пока! Тестирование камеры на планшете High Screen Alpha Tab. Мы сегодня выбрались, наконец-таки, на съемки. Глобальные просто. И вот такая уже красота. Все зелено, так быстро все зеленеет. Скоро майские праздники и вообще уже будет тепло, хорошо и скоро лето. Давайте проверим на этом планшете камеру. Автофокус. Да, здесь очень хороший автофокус, я уже вижу. Ну, давайте, допустим, вот на уксусе попробуем рассмотреть текст. Да, автофокус действительно радует. Ну и, как всегда, зум. Смотрите, даже при зумировании автофокус хорошо работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...